Всем привет! Давайте сегодня вместе с вами пройдем тестнет и NITIA. NITIA это у нас новый L1 блокчейн, в который инвестировали 7,5 миллионов. Среди инвесторов есть Binance Flag, что в принципе дает нам надежду на получение какого-то дропа. Сейчас у проекта проходит восьминедельная кампания вознаграждаемого тестнета и мы сейчас с вами пройдем задание первой недели. Первая неделя квестов. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится нативный кошелек NITIA. Я его себе уже установил, создал кошелек, сохранил сетфразу. После получения кошелька переходим на главную страничку. Подключаем наш кошелек. Сразу оговорюсь, очень сильно лагает сеть. Участников очень много, поэтому сразу будьте готовы. Процедура эта будет не быстрой. Зашли на сайт, переконнектили кошелек. Идем дальше. Идем в кран. Получаем наши тестовые токены. Это у нас будет первое задание. Есть. Так, для получения тестовых токенов нам понадобится наш адрес кошелечка. Копируем, вставляем. Сейчас проходим капчу. Есть. Время зачисления токенов порядка пяти минут, поэтому с этого момента можем пойти сделать себе чайочек. После того как получили тестовые токены, идем создаем себе доменное имя. Включаем кошелек. Проверяем занято или не занято там по желанию ваш домен. Enter. Так, свободно. Но еще не зачислились токены, поэтому придется подождать. Так, тестовые токены зачислились. Теперь мы можем продолжить процедуру регистрирования доменного имени. Нажимаем регистр, подтверждаем транзакцию. Есть. Домен готов. Следующим заданием у нас будет послапать наши init токены. В принципе много не нужно. Достаточно там два-три токена послапать. А это у нас сейчас не то. Для этого нам понадобится слапнуть пару init в USDC. Затем в ETH и в TEO. Для того чтобы потом все эти токены застейкать валидатором. Это одно из заданий обязательных. Есть USDC. Теперь идем дальше. И выбираем следующий токен ETH. Есть ETH и последний токен у нас TEA. Которые нужно слапнуть. Есть. Сфакнули. Теперь все эти токены закидываем в пулы и выбираем валидатора. В первую очередь выбираем init. Выбираем валидатора. В принципе без разницы кого выбирать. Есть первый токен. Идем дальше. Есть. И последний. Да, последний TEO. Нет, не последний. TEO, а потом ETH. Есть. И крайний токен у нас будет застейкать. Это ETH. Есть. После того как все застейкали и послапали, переходим на вкладку XP и здесь будет отображаться прогресс по выполнению активностей. На это тоже уходит какое-то время, поэтому стоит подождать. Так. Уминтим все NFT-шки за выполнение каждого квеста. И после минта 6 NFT-шки нам будет доступен PED, которого мы по сути собираем по частям. Как бы это странно не звучало. Вот. И после чего мы сможем его прокачивать. Вот так он выглядит. За счет полученной XP. Чтобы получить больше XP, можем еще ввести реферальный код. Подписаться в Twitter на проект и вступить в Discord. Таким образом мы сможем получить 705 поинтов XP. И за эту XP мы можем уже прокачивать нашего питомца. Это мы делаем вот в менюшке, покупая ему разные продукты. Когда у нас уберется 705 поинтов. Вот это можно сделать, если выполнить все задания и плюс доп задания. То крутим рарный автомат, получаем какой-то из предметов и таким образом прокачиваем нашего питомца. На аккаунтах, где не получается выполнить все задания, крутим коммонку. Но все-таки рекомендую стараться крутить рарный автомат и прокачивать нашего питомца. В принципе на данный момент это все активности. Есть вот еще дополнительные проекты, с которыми можно взаимодействовать через мост. Но они практически не работают. И мост жутко лагает. Хуже еще, чем сам весь Теснет. То есть можно там пробовать время находить и пробовать это все делать. Но так основные задания первой недели в принципе на этом заканчиваются. Параллельно с этим есть еще отдельная активность. Для валидаторов, кто хочет поднять ноду валидатора, может это сделать и принять участие еще в такой активности. Но это уже немножко другая история. На данный момент всем спасибо. Ждем обновлений новых квестов. Ждем обновлений новых квестов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...